Пришла долгожданная посылка от LW Knife. Маленький такой фикс. Давайте, вот в такой коробочке он приходит, который сразу же отправляется в помойку. Вот такой вот маленький нож. Вот такой вот прикольный нож. Давайте посмотрим. LW Knife. Нож называется Seeker S. Сделан он из D2. Такой весь, такой хорошо так обработан. Весь такой закругленный. Такие прям все это такое, все фасочки сняты. Очень качественно сделан. Вот. Вот в ножике сделано углубление. В нем шнур паракорда тонкий достаточно. Такой темлячок у него. Прикольный. Вот. Этот шнур якобы для того, чтобы, оказавшись в лесу, вам понадобилось копье вдруг. Вы можете этот шнурок распутать и привязать его вот за эти дырки, вот в этих дырках привязать его к палке. Палку, соответственно, вот таким вот образом. Часть палки отрубить вверх. Вот таким вот образом вставить ее. И примотать вот этим шнуром. Вот. Ножичек достаточно прикольный. Классно сделан. Красиво так. Усиленный кончик. Здесь вогнутые спуски. Достаточно сведены не тонко. Толсто сведены. Но, тем не менее, вот такой ножичек. Вроде бы... У меня небольшая рука, тем не менее. Мне кажется, что вот так вот, допустим, вполне удобно мне. А вот так у меня ножик уже теряется в руке. То есть, даже в маленькой руке этот ножик просто, хватая его... Ну, такая тонкая ручка. Не очень уверенно его держишь. Но, тем не менее, такой достаточно... Так, нормально. Ну, в общем-то, не чувствуется. Нож, он как карандаш. Кажется, так прям не очень удобно лежит в руке. Давайте я покажу, как китайцы планировали сделать из него копье в полевых условиях. Значит, мы ищем палку. Мы вырезаем в ней на вершине. Отрезаем половину примерно на длину рукояти. Ну, я чуть поменьше отрезу. Вот. Таким вот образом мы вставляем этот нож. Вот таким вот образом. Надо, конечно, поглубже. Вот. Вставляем. И вот этим паракордом его прикручиваем к древку. Получается вот такое вот копиво, так называемое. Вот. Когда я строгал вот это вот углубление, мне приходилось строгать вот таким вот образом. Держа нож. Таким вот образом я его резал. Вот. В результате вот этот горб, вот этот вот горбик, вот он. Он мне очень сильно намел вот здесь вот палец. Собственно говоря, не знаю, видно будет покраснение вот здесь вот. Вот. Такой вот ножик. Неоднозначный. Но, в принципе, прикольный такой маленький фикс. Крепкий такой достаточно. Я бы сказал, неплохой. Неплохой, да. Фикс стоит 255 долларов. 55 долларов это 2000 почти рублей. То есть это очень недешево. Это так нормальная цена для китайца. Очень, я бы сказал, даже завышенная. Ну, зато мы получаем вот такой весь обработанный. Вот немного вот здесь проржавела такая, ржана такая появилась. Ну, ладно. Вот такой вот ножичек. Итак, нож весит 140 грамм. С ножнами он весит 180 грамм. Вот. Длина его у нас... Он небольшой ножичек. Он у нас 19 сантиметров. Лезвие у него где-то 9 сантиметров. Режущая кромка 8 сантиметров. Вот. Давайте посмотрим, как он заточен. Как вы видите, заточен он очень хорошо. Давайте вот так что-то сделаем. Ну, делаем себе. У него вот еще. заточен вполне хорошо я думаю нет смысла брить руку это видны и так бреет вполне легко вот давайте посмотрим как он в ножнах крепится нужно нужно в ножнах он сидит достаточно нет но не сильно то есть без вот этого ремня мне кажется он выпадет легко буквально нет выскакивает легко то есть без фиксирующие вот этой вот штуки он конечно выпадет но с ней он вообще монолит ему деваться просто нет он очень хорошо держится благодаря вот этому паракорда он очень хорошо вот его держит вот это вот петля даже если он выскочит вот нужно из кайдекса нужно нужно не гремят как увидеть а немножко гремят вот вот такой классный ножичек давайте покажу во всей красе вблизи виде заполировано все это закругленное со всех сторон вся железочка она снова здесь закругленная никаких заусенцев нету с g10 g10 тоже снята фаска вот все так красиво приятненько вот давайте порежем хлеб посмотрим насколько он будет хорошо резать его в принципе режет неплохо толщина 38 у него давайте такой тоненький кусочек отрежем на в принципе режет нормально за счет того что он острый и железка неплохая давайте традиционно сравним с крысой вот вы видите насколько крыса больше то есть это совсем малютка такой поля изулы вот ночь такой неплохой сейчас давайте построгаю что деревяшку посмотрим как он будет в этом плане кажется ручка кажется тонковатый вот в руке прямо она теряется как-то так и хочется схватить что-то помощнее вот крысу прямо она так хорошо ложится на это прям как потеряется но за счет вот этой веревки очень так цепляется хорошо на руку вот тут такая веревка как она в ручке крепится если честно я совершенно не понимаю уж темляк это отдельная привязанная вещь вот так я хотел бы показать относительно так лока так лок не идет в комплекте этом это мой вот так лок у нас подходит подходит вот таким вот образом видно что дырки совпадают но сложность заключается в том что вот этот вот ременная петля она крепится на шестигранниках которые в общем то без проблем можно снять но как только мы снимаем вот эту вот штуку и одеваем ты клуб нож у нас становится практически он очень плохо держится то есть он у нас спокойно может вылететь поэтому в этом плане он конечно практически не держится наверное стоит может быть нагреть кайдекс и немножко его зажать вот так вот чтобы он получше выдержал не знаю под поможет это или нет но в этом плане он не очень хорош все можно как-то так закреплять но придется поставить эту ременную петлю если в принципе и оставить то проблем в этом никаких нет то есть мы не просто достаем а сначала открываем а потом вытаскиваем нож и также закрываем обратно вот ну что же может давайте попробуем посмотрим как она как он будет строгать вырезается очень конечно хорошо вот когда держишь вот так вот в руке он просто болтается вот такой вот вырезается очень хорошо прям чувствуется как он грызет деревяшку но ручка определенно не предназначена для силового реза она крайне неудобно просто болтается вот так вот когда начинаешь резать она прям она в руке начинает ходить ходуном но тем не менее как вы видите режет все равно так хорошо вот так вот даже держать гораздо удобней как видите разрезалась без проблем давайте покажу руку немножко немного намяло вот здесь вот вот видите красное место это вот как раз закругленная железка она как раз упиралась мне вот сюда ну в общем то я бы не сказал что уж очень сильный дискомфорт вполне такой нормальный ножичек но резать им прям строгать так я бы не сказал что очень удобно скорее нет чем да и неудобно за счет как раз тонкой ручки ручка на прямо вот на детскую ладонь она прям ходит ходуном так болтается вот я хотел показать как у него заточкой после того как я построгал он деревянство собственно говоря никаких проблем за . совершенно мы не наблюдаем я еще раз повторюсь эта бумажка наподобие газеты вот поэтому и достаточно тяжело резать как видите проблем за . нет совершенно вот ну что давайте посмотрим еще поближе его так сказать приятный такой сатин очень так блестящий без каких-то там царапин все так ровненько красивая форма вот этот вот вещи не совсем понимаю зачем он сделан потому что пропало очень много режущей кромки действительно просто очень много режущей кромки пропал совершенно непонятно как вытаскиваете непонятно вот хватать вот так пальцем если он застрял куда-то выдергивать мне кажется это ерунда полный вот здесь вполне можно еще сделать 5 миллиметров режущей кромки но собственно говоря сделаны сделаны кстати посмотрите что она даже вот здесь вот закруглена все так очень качественно конечно вот здесь все все так прям приятненько не нигде острых никаких нету углов там каких фасок фасочек каких-нибудь вот такой классный немножечко городской давайте попробуем почистить яблоко будет ли это удобно вполне удобно рука очень хорошо лежит благодаря вот этому шнуру она так вполне так комфортно лежит и в принципе резать вполне удобно ну то есть допустим чистить я не испытывал проблем с этим можно даже сверить по ощущениям с крысой крысы конечно потоньше сведена из-за этого конечно лучше режет но общем-то у ситера тоже проблем никаких не вижу но конечно потолще сведем потолще вот такой вот замечательный ночи городской мне кажется что это городской нож вот прям вот такой вот классный ножичек для города фикс